В Диаруси сегодня невыгодно вести переговоры. Украина каждый день теряет позицию. Российский федерат может направить на все 100% лучше. Тогда зачем нужны переговоры? Надо добить и все. Стало понятно, какой город россияне будут пытаться развалить следующим. На Купинске, я думаю, это будет одно из серьезных боестолкновений. Возможно, это будет так же, как в Солидаре, в Бахмуте, в Попасной. Россия собирает около 100 тысяч солдат возле Купенска, подтягивает свои резервы, но почему-то мало что может там сделать. Министерство обороны за дня в день называет все новые освобожденные, совсем небольшие, но тем не менее, освобожденные населенные пункты. В этой связи мы перспективно как можем развить этот успех на Купинском направлении. Понятно, что речь и не шла о захвате хотя бы даже этого города, не говоря уже о Харькове, о котором мечтают московские военкоры. Но развалить Купинск могут вполне. Они там укрепляются и сдаваться не собираются. Конечно, моральное состояние у противника в упадочном состоянии, но тем не менее, бьются они до последнего. То есть моральное состояние в упадочном состоянии, но сдаваться не собираются. Вы определитесь как-то. Но победы в будущем не случатся, если жить победами прошлого. Вы думали, почему россияне вспоминают дедов, вспоминают прадедов, даже Наполеона, но редко вспоминают Афганистан и Чечню? Может потому, что еще живы люди, которые могут сказать, и это называется победили? Значит и Берлин, и Дрезден, и Прага, и Люблян, и все будет наше. А почему именно такой набор городов? Почему? Да, почему? Так было. Вы понимаете, вот мы когда зашли в Париж в 1815 году, Берлин в 1941, в конце 18 века... Как сейчас помню. Это не случайность. Россия самая великая страна в Европе. Громадная сила. Почему вы всякий раз оттуда уходили? Главный вопрос. Зачем мы так безответственно относились к своим победам? Может быть потому, что отовсюду возгнали в шею? Ну, и не совсем так уходили. В Восточной Германии высидели так долго, что своего Гитлера высидели. К тому же, захваченное еще нужно как-то удержать. Российской армии снова нужна победа, ведь Бахмут они скоро могут потерять. Снова нужно что-то сакральное, такое, за что можно зацепиться. Но Купенска для этого мало, ведь Купенск, ну как бы уже был оккупирован. А для новой волны патриотизма нужен новый город. Такой, каким был, к примеру, Бахмут. Пусть не долгий час, и которого не было очень давно до Бахмута. Но даже в этой ситуации россияне пытаются смягчить удар и крадут то, как мы описываем их. Сначала им понравилось, как мы называем Путина, за то, что он все время сидит в бункере. Бункерным. Стали называть так Зеленского, который, ну, точно не имеет прямой линии из глубины бункера в Сибири. Теперь вот новый хит. Поэтому они сражаются в одних окопах с убитыми ВСУшниками, и сколько их там вообще одному богу известно. Но мясные штурмы по-прежнему продолжаются. Да, то, что российские солдаты обговаривали между собой и называли тактику своих генералов мясными штурмами. Даже Павел Губарев, кстати, где он после недоареста на митинге за Стрелкова, кстати, где он? Павел Губарев называл мясные штурмы тактикой российской армии. Мы видели мясные штурмы, я в них участвовал, Юрьич тоже участвовал, как начмед. Что это такое? Это когда 40-50 человек собранных идут на превосходящие силы противника, закопанные в землю по полю, метров 600. И мы понесли тяжелые потери, и это очень было все больно, на это смотреть. В этих местных штурмах погибают люди, командующие, значит, этим штурмом сидит и в радионяню говорит, вперед, 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 вперед. Теперь так говорит Скобеева про ВСУ, которая, в принципе, не штурмует Бахмут. Это что-то вроде сам, я не пойму. Невозможность пройти сам Купенск и недееспособность в поле, на земле, даже большой толпой оккупировать и удержать город, играет злую шутку с той 100-тысячной группировкой, которая якобы собралась в том Купенском направлении и не может практически ничего сделать. Даже если верить российскому генштабу, то они всей этой ордой отбили 4 опорных пункта, не города. Я почти уверен, что не отбили, а зашли в пустые, даже если это и правда. А мне интересно, их успехи только в войне такие или в других отраслях тоже? Вот миссию правда запустили на Луну или как Купенск захватили? За 7 месяцев не нефтегазовые доходы выросли примерно на 20%, причем уже в июле более чем на треть. Активно повышается и нефтегазовое поступление, по итогам июля почти на 5% к уровню прошлого года, преодолев показатель, который был утвержден бюджетным правилом на 73 миллиарда рублей. Мы рассчитываем, что они будут расти и в ближайшие месяцы. То есть рубль почему-то падает, летит просто вниз, но экономика растет. Может, правда что-то не так с рублем? Вы что решили, что вы как д**й, Центробанк, который всю страну на уши поставил, и даже не объясняет, как у вас курс так скачет, что над нами вся заграница теперь смеется? Ну да, экономику нужно срочно спасать. Нужно Купинск захватить, наверное, тогда все будет спасено, правда? Пропаганда бы уже давно и взяла Купинск и выиграла бы войну, если б в России не было интернета. Может быть, поэтому Шойгу ездил в Северную Корею. И на днях вот начались проблемы с Гуглом у россиян. Совпадение? Нужен СМЕРШ. Я готов его возглавить. И этот СМЕРШ зайдет не только к Боязитовым, Устроевым, не только к Байкальским, но и к тем, кто считает для себя возможным оценить их деяния в 7 тысяч, 30 тысяч. Этот СМЕРШ спросит жестко. Словом, на этом этапе войны российская армия доказывает, что количество людей не главное. Количество техники тоже нет. Мотивация и правильная подготовка. Ну и воевать за свою страну у себя на земле, а не за чужие интересы оказаться в чужой. Не забудьте подписаться на канал, это важно. И название вы видите на экране. И не забудьте подписаться на канал 24-го. Это нужно для вас в первую очередь, чтобы оставаться в курсе. И берегите себя.